МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события. В студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Пришли, когда не ждали. Оперативники нагрянули в Союз художников России. Столичный взгляд. Какую оценку активисты Народного фронта дали самарским дорогам? Операция в прямом эфире. Самарские врачи продемонстрировали свое мастерство коллегам со всей России. Связь есть. В городе работает горячая линия по отоплению. Дорисовались. В офисе Самарского отделения Союза художников России сегодня побывали оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. С проверкой полицейские нагрянули рано утром, за несколько часов до отчетно-выборного собрания. Силовики изъяли документы. И пока воздерживаются от официальных комментариев, подчеркивали, что это был не обыск, а только осмотр предполагаемого места преступления. Как нам пояснили представители Союза художников России, причиной такого пристального внимания к ним силовиков могло послужить заявление одного из членов общественной организации. Якобы у нее имеются большие долги за услуги ЖКХ. Субсидии, полученные за последние пять лет, использовались в личных целях. Представители Союза художников России себя виновными не считают. Все распределялось в соответствии с законом. Больше того, там нельзя никого обмануть, потому что субсидии, за них надо отчитаться. А отчитаться они носят целевой характер. И никуда нельзя, ни в сторону, ни вправо, ни влево. То есть, я еще раз говорю, это социальная зависть бесталанных людей в отношении тех, кто что-то хочет сделать и занимается творчеством. Я считаю, что это прямой заказ. Заказ недобросовестных оппонентов, конкурентов. Телемост из операционной. За работой самарских хирургов сегодня наблюдали врачи со всей страны. Хирургическим путем они помогали пациенту избавиться от сахарного диабета. Причем вся процедура, которая шла около часа, была абсолютно бескровна. Такие операции мало где делают в стране. Алина Чемерес восхищалась мастерством самарских медиков. Вот видите, мы вышли на ту сторону. Мы идем прямо на левую ножку диафрагмы, ничего не оставляем. На столе пациент, больной с сахарным диабетом. По ту сторону экрана врачи со всей России. Это прямое включение с Москвой. В Самаре опасную болезнь лечат хирургически уже 15 лет. Регион второй после столицы по количеству операций в год. Их делают около ста. Метод лапароскопический, самый щадящий. Врачи из других городов могут не только увидеть, как работают самарские хирурги, но и получить ответы на все вопросы в режиме онлайн. При бытие массы тела больше 35-40 мы делаем 200. А при более низкой бытие массы тела от 120. Чаще всего причиной сахарного диабета является ожирение. Хирургически лечат именно приобретенную, а не врожденную болезнь. Лишний вес также чреват гипертонией и болезнями суставов. После операции на желудочно-кишечном тракте, говорят врачи, проблемы исчезают разом. А сахарный диабет уходит почти в 100% случаев. Сегодняшняя операция заключалась в том, что мы перестраиваем несколько так желудочно-кишечный тракт для того, чтобы заставить работать поджелудочную железу, вырабатывать инсулины. Мы соединяем желудок с кишкой так, чтобы выключилось из пищеварения, то есть не попадала пища в большой желудок и в 2 метра тонкой кишки. На пути к здоровью он преодолел 1500 километров. Лечиться от сахарного диабета Мухмад Салах Исраилов приехал из Грозного. Еще два года назад он весил 116 килограммов и пять раз в день колол инсулин. После операции вес уменьшился ровно вдвое. Необходимость в уголах отпала. Убедиться, что здоровье богатырское, мужчина вновь приехал в больницу имени Середавина. На этот раз на обследование. Изменения все к лучшему. Чувствую себя хорошо, легко, могу ездить, гулять, на рыбалку идти. Аппетит хороший, все, кушаю очень хорошо, нормально. В лечении сахарного диабета хирургическим способом сегодня нуждаются 35 тысяч человек со всей Самарской области. У большинства из них болезнь приобретенная. Позволить себе операцию могут немногие, стоит она от 100 до 200 тысяч рублей. Но чтобы не потерять здоровье, а вместе с тем и деньги, врачи рекомендуют правильно питаться и больше двигаться. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Столичный взгляд на самарские дороги. Активисты Общенародного фронта приехали в город с инспекцией. Интересовали их прежде всего те дороги, которые находятся на гарантии. То есть, когда устранение недостатков оплачивает подрядчик из своего кармана, а не налогоплательщики. Какую оценку самарским магистралям поставили добровольные инспекторы, узнала Мариана Мирная. Возле 58-й средней школы долгое время не было ни пешеходного перехода, ни разметки. Инесса Теплова, жительница дома напротив, говорит чудо, что никто из детей не попал в ДТП. Теперь здесь ходить стало не страшно. Я хожу каждый день, чтобы мне раньше не было вообще никаких переходов, и приходилось нарушать правила дорожного движения. Спасибо машинам, которые останавливаются, нас пропускают, иначе по-другому никак. Дорожная инспекция во главе с депутатом Госдумы Александром Васильевым проверяют не только инфраструктуру возле социальных объектов школ и поликлиник, пристальное внимание к качеству гарантийных дорог. Такие дороги должны быть отремонтированы за счет подрядчика. Ни капли бюджетных денег не должно быть потрачено на ремонт уже отремонтированных улиц. Инспекторы-активисты несколько лет проводят мониторинг гарантийных дорог во всех регионах страны. В Самаре под наблюдением пока 8 улиц. Измерительные приборы привезли с собой. Рейкой замеряют высоту трамвайных рельсов. Размер ямы тоже определяют специальным прибором. Тогда мы сделали вот такую колобашку. Это кусок дерева, но он выпилен строго по нормативным требованиям ГОСТа. Это предельно допустимые размеры ямы. 60, 15 на 5. И если эта колобашка проваливается в яму, то такая яма не является нормативной. В яму между трамвайными рельсами деревянный агрегат провалился. В департаменте благоустройства объясняют, междурельсовое пространство еще не ремонтировалось. А сама улица Полевая в 2011 году отремонтирована была картами с гарантией на один год. Подрядчик поддерживает полотно в приличном состоянии. К замечаниям Дорожной инспекции и Народного фронта в Самаре относятся ответственно. Моментально будем исправлять. Соответственно, есть представители госавтоинспекции, департамент транспорта. Все те решения, которые будут приняты и поступят к нам в департамент, учитывая, что мы являемся главным распорядителем бюджета, то мы, соответственно, их выполним обязательно в кратчайшие сроки. К чемпионату мира 2018 года в Самаре будут ремонтированы практически все дороги. В том числе будет произведен комплексный ремонт улицы Полевая. А пока самарцы могут напилить себе вот таких колобашечек и самостоятельно измерять ямы на проезжей части. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Горячей темой остается и отсутствие отопления в ста домах Самарского района. Изношенные сети, аварийные работы на них идут круглосуточно, не позволили вовремя дать здесь тепло. В отличие от всего остального города, где таких проблем нет. Но если они возникнут, горожане могут звонить по телефонам горячей линии, которая работает круглосуточно. Лариса Шлафаст узнала, когда наладится погода в домах исторического центра. Ремонтные работы на улице Алексея Толстого ведутся круглосуточно. Отопительный сезон для жителей этих домов пока не наступил. Надеемся на лучшее. Но я думаю, без отопления-то они оставят зиму. Труба дала течь в первый день отопительного сезона. Оперативно приступить к работам подрядчикам помешали старые гаражи и сараи. Когда территорию расчистили и раскопали трубу, она больше напоминала решето. Специалисты муниципальной управляющей компании, она недавно стала обслуживать эти дома взамен прежней коммунальной конторы, решили не латать дыры, а полностью менять трубы не только на этом участке, но и по всей территории района. У нас сейчас на 26 объектах, это где-то было 175 домов, на этих объектах меняется полностью труба от колодца до колодца. Думаю, по крайней мере на 5 лет мы сможем закрыть вообще эту тему по этим адресам. Износ теплосетей в Самарском районе составляет 90%. Пока без тепла остаются порядка 100 домов. Ремонтные бригады работают на этих участках без выходных. На помощь жилсервису пришли еще несколько управляющих компаний. Общими усилиями все порывы в Самарском районе планируют устранить в течение недели. За первые пять дней со дня старта отопительного сезона тепло было подано более чем в половину домов. Раньше за тот же срок успевали охватить меньше 40% многоэтажек. В этом году, безусловно, нам удалось гораздо в более сжатые сроки осуществить подключение. Как население, так и социально значимых объектов сейчас завершается. То есть у нас осталось там менее 1% неподключенных домов. В любом случае, пока каждый дом не получит тепло, он останется на контроле. Для всех, у кого батареи еще недостаточно горячей, работает горячая линия. Звонки принимают в районных администрациях и в городском департаменте ЖКХ. С начала работы на телефоны горячей линии поступило больше 500 обращений от самарцев. Все они находятся на контроле специалистов. Горячая линия по отоплению будет работать еще несколько недель. Обращаться можно по телефонам, указанным на экране. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Если у людей межсезонье нередко вызывает хандру, то для молодых саженцев это отличное время. В Самаре началась осенняя посадка деревьев. Сама погода обеспечила им необходимую влажность почвы и комфорт. Молодыми саженцами вместе с горожанами любовалась Валерия Макарова. От набережной до улицы Прибрежная рукой подать. Рядом и цирк, и площадь славы. Только молодых деревьев здесь не хватало. Жители с этой просьбой обратились в городской департамент благоустройства. И сегодня им привезли 37 саженцев липы и рябины. Не только для себя. Мы живем в таком районе, когда весь город на праздники летом приезжает сюда, на набережную. Ну и очень часто проходит через наш двор. Поэтому нам, конечно, хотелось, чтобы у нас двор был образцово-показательный. Вовремя полить и удобрить жители сами вызвались ухаживать за деревьями. Но если саженец зиму не переживет и засохнет, по гарантии его заменят новым. Высадка деревьев у нас производится как планово. Это на объектах, городских скверах, парках вдоль уличной дорожной сети. Также высажены деревья по заявкам инициативных групп жителей, ТОСов, организаций, учреждений. Больше 700 деревьев посадят за год во всех районах Самары. Это будут благородные виды. Каштаны, березы, ивы, туи и пирамидальные тополя. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Создать в Самаре инфраструктуру современного мегаполиса. Эту задачу могут решить только профессионалы высшего класса. Вопрос подготовки кадров для города актуален как никогда. Современные методики и новые тренды в образовании сегодня обсуждают специалисты из разных регионов. В Самаре начал работать деловой форум по вопросам подготовки кадров для народного хозяйства. Кто может обустроить Россию? Этим вопросом заинтересовался и Олег Зверев. Екатерина студентка второго курса. Специальность экономика. Стать профессионалом в своем деле, говорит, помогают современные образовательные методики. Помимо лекций и теорий, в ВУЗе креативный подход. Это еще и практика, где мы можем, разбираем какие-то современные ситуации, какие-то современные технологии по повышению квалификации. Вопрос профессиональной подготовки кадров сегодня поставлен на уровне высшего руководства страны. Глава государства обозначил и задачу создать 25 миллионов новых рабочих мест. А сегодня в Самаре начал работать межрегиональный деловой форум, в котором ключевое звено инициатива регионов. Президент страны Владимир Владимирович Путин и в своем послании губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин неоднократно говорили о том, что сегодня наступают такие времена, когда без интенсификации своего труда мы дальше развивать страну практически не имеем возможности. Мы должны задумываться над тем, как повысить качество принятия решений, как подготовить такие кадры, которые бы могли работать в других условиях, в том числе и более интенсивно, качественно и грамотно. Подготовка кадров для народного хозяйства – новый уровень развития. Грамотных специалистов в области науки и техники, менеджмента и госуправления ждут повсеместно. Для Самары кадровый вопрос сегодня актуален как никогда. В городе первым в России проходят реформы муниципальной власти, и чтобы преобразить его до стандартов современного мегаполиса, нужна команда, способная решать стратегические задачи. Нам необходимо очень тщательно подходить к тому, как мы подбираем кадры, как формируем и развиваем. К сожалению, вот реалии сегодняшней управленческой дисциплины, сегодняшней управленческой политики ситуации таковы, что у нас по-прежнему не хватает квалифицированного кадрового резерва. У нас нет целого пласта специалистов, которые могли бы прийти и работать во внутригородские районы. Мы, конечно, реагируем на эти вызовы, проводим периодические учебы, в том числе и на базе Международного института рынка. Пытаемся формировать необходимые компетенции. Работа форума запланирована на два дня, и не только для студентов. За парты садятся даже профессора и академики. В названии форума ключевой термин – «народное хозяйство», и это, по мнению участников, очень важно. Стратегическая цель модернизации государства – повысить уровень жизни в стране, и ее способны решить только профессионалы высшего класса. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Судебные приставы отмечают юбилей. Институт службы был создан 150 лет назад благодаря судебной реформе Александра II. А профессиональный праздник ведомства, установленный по указу президента, – 1 ноября. Сегодня в Самаре прошло торжественное собрание сотрудников областного управления. Поздравить приставов с юбилеем приехал глава города Олег Фурсов. Он пожелал исполнителям решений суда профессиональных успехов и вручил благодарственные письма. «Хочу отметить, что мы с вами очень тесно сотрудничаем, и современная служба судебного производства немыслим без вашей работы. Только за прошедший год, благодаря вашим усилиям, в пользу городского хозяйства было взыскано более 342 миллионов рублей из должников, которые себя ведут недостаточно аккуратно, с теми обязательствами, которые на них возлагает государство, муниципалитет и граждане. Поэтому искренне спасибо вам за ту большую работу, которую вы проводите». Накануне вечером глава Самары Олег Фурсов в прямом эфире программы «Наша Самара. Говори и слушай» ответил на самые актуальные вопросы горожан. Разговор длился 45 минут, и телефон редакции буквально разрывался от звонков. Жители интересовались благоустройством улицы Старозагора, реконструкцией площади Куйбышева и перспективами развития Самары. После эфира глава города пообщался с коллективом телеканала «Самара ГИС» и вручил сотрудникам благодарственные письма от губернатора Самарской области Николая Меркушкина. «Я думаю, что и вам предстоит очень много в плане личного такого совершенствования и развития. Вы коллектив молодой, энергичный, у вас много идей. Я думаю, абсолютно все у нас с вами служится и получится». Всего месяц работы, а результаты уже заметны. Райсоветы, избранные в сентябре, делают первые шаги. Им предстоит утвердить уставы, а затем еще одна ответственная миссия – решить, кому доверить руководство районов. До конца года власть на местах должна быть сформирована полностью. Репортаж Марины Кравцовой. Контроль за поставкой коммунальных услуг организации отдыха жителей, поддержка предпринимательства, развитие дорог местного значения и еще несколько десятков полномочий в уставе Советского района Самары. Главные районные документы одобрили жители на общественных слушаниях, а затем утвердили и депутаты райсовета. «Мы вправе выходить в законодательные с инициативы определенные, мы вправе вести прием, мы вправе принимать те или иные положения. Самое главное, мы теперь обладаем большими полномочиями в помощи нашему избирателю». Организовать работу на первом, а значит, самом трудном этапе райсоветам помогает Городская дума. «Работу всех депутатов районных советов мы на сегодняшний день считаем как работу Городской думы. То есть, оказывается, методическая помощь на сегодняшний день тем депутатам, проводится обучение. Мы будем говорить на этих обучающих семинарах про полномочия депутатов». В течение месяца в Советском районе создадут конкурсную комиссию из 20 человек, которой предстоит рассмотреть заявки на должность главы районной администрации. Полностью местную власть в районах Самары сформируют до 31 декабря. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События. Парад памяти 7 ноября в этом году будет посвящен героям Советского Союза и России. Гостем парада станет народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой. Во время парада прозвучат стихи в его исполнении. По площади пройдут несколько колонн в исторической форме и с оружием того времени. После прохождения парадных расчетов развернется историческая реконструкция одного из эпизодов «Битвы под Москвой». Кроме того, 7 ноября стартует марш-бросок на квадроциклах до Воронежа. Конечная точка маршрута не случайна. В 41-м году военные парады прошли в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже. В этом году все регионы ПФО без исключения принимают участие. Общее количество гостей у нас уже будет больше, чем в прошлый год. Составит порядка 800 человек. Но я еще раз хочу сказать, что на нас это накладывает, конечно, дополнительную ответственность. Жители Самары смогут получить ответ на самый актуальный во все времена вопрос – квартирный. До 25 октября в выставочном комплексе «Экспо Волга» проходит восьмая межрегиональная специализированная выставка «Интериорум», на которой представлены мировые тренды дизайна и интерьера. Теремок временно пустует, а все потому, что в нем идет ремонт, и ведут его профессионалы – интерьера, декора и дизайна. Выставка «Интериорум» в этом году максимально интерактивна – мастер-классы, семинары и консультации от лучших подрядчиков региона. Уникальные экспонаты, уникальные экспоненты, и мы ждем наших профессиональных посетителей, потому что ремонтом может заниматься только профессионал и специалист. Дилетанту в таком деле не место. Специальные гости из Москвы – продюсеры программы «Квартирный вопрос» раскрыли секрет своего визита в Самару. Мы с радостью обращаем свои взоры на компании, которые работают на российских рынках. То, что мы сегодня увидели с надеждой, глаз радует и есть на что обратить внимание. Мы не исключаем, что юбилейный 15-й сезон в том числе мы проведем не только с дизайнерами из Самары, но и с подрядчиками из Самары. Также посетители выставки приглашают фестиваль «Свой формат» – это уникальная площадка молодых дизайнеров Поволжья. И Поволжский мебельный форум для всех тех, кто следит за трендами мебельного бизнеса. Организаторы уверяют, если правильно начать, ремонт можно все-таки закончить. Не без помощи профессионалов. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские летчики уступили Смоленскому Славутичу. Баскетбольная Самара продлила победную серию до трех матчей. Самара резво стартовала в чемпионате страны по баскетболу. Клуб с одноименным названием в двух первых матчах одержал две победы. Перед третьим туром команда 63-го региона занимала первое место в чемпионате. Другой спортивный коллектив из Новосибирска был третьим. Как закончился матч лидеров в первенство, смотрим прямо сейчас. Особенно нервной оказалась первая четверть матча. Команды несколько минут не могли забросить ни одного мяча в корзину. Однако к перерыву «Самара» вела уже 10 очков. Была тяжелая игра, потому что команда «Новосибирск» – нелегкий соперник. Они себя позиционируют как лидеры чемпионата. Ближе к большому перерыву «Самара» обогнала Новосибирск на 16 очков. Потом гости неоднократно сокращали разницу забитых мячей до минимальных трех. Однако хозяева паркета брали нить игры в свои руки и мощными результативными атаками возвращали себе приоритет. К исходу матча стало ясно, кто будет праздновать победу. Оставалось узнать, с каким счетом. К сожалению, в этот раз мы приехали и не готовы были к такой жесткой игре «Самары», активной игре команды на протяжении всех 40 минут. Были какие-то небольшие провалы у них, но, тем не менее, они держали планку. Желание было выиграть большое. Тут очень многое зависит от того, насколько команда смотивирована. Финальная сирена зафиксировала третью победу «Самары» в нынешнем сезоне Суперлиги. Счет в матче 75-67. Теперь «Самара» – единоличный лидер чемпионата страны. Высшая хоккейная лига ЦСКА ВВС проиграл первый матч дубля Смоленскому Славутичу. Итоговый счет 2-1 в пользу Славутича, и ЦСКА ВВС занимает третье место. Отставание от лидера Мордовии – 13 очков. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. А на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самары ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...